привет как-то мне в голову сбрело сделать разрушаемое здание но не используя физику хаоса и так далее да то есть очень одну из сложных физик и я решил сделать это на старом методе destructable mesh очень долго думал потому что когда destructable mesh выставляешь он получается так что разрушается полностью надо лишь частичное разрушение то есть при определенных воздействиях в данном случае это выстрел допустим что-нибудь вот допустим домик выстрел стену там появится трещина и так далее то есть и потом начнется разрушение очень долго думал потом я посоветовался с одним знакомым и течение часа мы пришли к одному общему выводу что это возможно сделать нигде в интернете такого выбора такого видосика даже не было так что я решил запилить это во первых я сделал трехмерную модель это обязательное звено потому что трехмерная модель состоит из нескольких модель так скажем моделей смотрите да так выключим потолок крышу до покрутим смотреть дом у меня состоит из модели это у нас разрушаемая часть вот она я ее обрал она желтая и основная часть которая у нас неразрушаемая то есть которая остается текстуры я не накладывал просто внешне вам для внешнего вида так скажем накидал и у столба то же самое да то есть есть основа она без разницы вот я здесь сделал такое что столб у нас основание квадратное сам столб у нас является основанием круглым да так скажем и получается так что разрушая одно мы получаем совсем другое чем прикол разрушаемости да то есть смотрите у нас первое основное основание дома является внутренним и они по сути не входят в друг друга то есть если я уберу снаружи видите он просто касается только лишь но кое-где вот да вот немножко заходит но это не помешает ему помешает тому что осколки внутрь могут попасть здания так что лучше делать с вырезом допустим берем основание делаем вырез берем давай допустим основание самого дома и вырезаем то есть сейчас никаких пересечений нету и проблем не должно быть то есть осколки внутрь не попадут но если только через открытое окно и все то же самое здесь здесь я даже не вырезал мы тоже это посмотрим как или вырезал сейчас посмотрим так столб нет я не вырезал какие разобрались с трехмерными моделями давайте посмотрим что у нас в анреле происходит с ними так я создал несколько видов да это допустим у нас дом и также я сделал обычный столб это помните как матрицы такие столбы там были из-за которых на выпрыгивал и дальше я сделал вот такой вот типа скалы как раз таки на ней будем и тестировать для того чтобы посмотреть я сейчас переключаюсь режим стрельбы видите да они вроде отошли но не упали то есть и да вот кстати бывает такая проблема что стрельб при стрельбе ничего не происходит это все проблема из-за того что поддержка которая нужна необходимо то есть вот этому всему чтобы полностью не разрушалась вот она если будет работать иногда вот будет такие вот нюансы проскакивать не смотрите как будто бы штукатурка в доме вот видите да только что отвалился изнутри вот здесь прям явно будет видно если они внутри провалится мы увидим да вот они провалились внутри это означает что пересечение внешнего контура с внутренним не нужно делать чтобы они все падали наружу давайте теперь я покажу как это все делалось будем делать на основании другой модели это у нас будет скала давайте создаем blueprint эктор назовем ее скала эктор зайдем не так теперь выбираем наш основную скалу то есть которая будет в центре всегда постоянно и неразрушаема то есть мы выбираем ее и нажимаем static mesh это обычная наша скала вот она будет выглядеть вот так теперь нам нужно создать для этого разрушаем у скалу она у нас низко полигональная для того чтобы много ресурсов не ела теперь смотрите делаем дистрактор был мэш если вы не знаете и у вас этой штуки нету смотрите мое предыдущее видео по разрушаемости там я делал разрушаемую вазу нажимаю вот наша скала теперь для того чтобы делать поддержку то есть не для того чтобы она постоянно полностью сразу разрушилась а именно частями нам нужно сделать так дэмэш стрэф сприт точнее да мы делаем на 0 это обязательно далее так давайте сделаем также чтобы у нас была обязательно поддержка мировая поддержка без этого она вот стопроцентная рассыпется сама полностью при выстреле давайте сделаем еще супер дэв это единица допустим надо чтобы рассыпанные части у нас имели коллизии допустим или еще что-то да и enable debris у нас мусор мы включаем мусор так здесь еще есть некоторые вещи как материалы то есть смотрите у нас является вот это основание вот таким материалом при разрушенном материале мы будем подавать ему допустим ну тот же самый то есть именно именно те части которые являются местом где разрушение произошло так и делаем на количество частей давайте выставим ну примерно 500 рандомное деление давайте на 20 и где нажмем разрушение подождем какое-то время чем больше частей тем дольше будет делать данном случае я 500 частей поставил и у меня может зависнуть на минутку дом я вообще поставил на полторы тысячи деталей и у меня где-то вот примерно такое же время и дело все вроде бы сообразил сейчас посмотрим как он разрушил у нас прошло буквально две минуты чем больше частей тем он дольше соображает потому что у этого меша внутри соответственно есть тоже части коллизии и вот как бы соображает дольше у домика прямоугольников и треугольников как говорится меньше потому что там плоскости здесь у нас внутри тоже есть большие количество плоскостей так давайте сохраним заходим вот видите да вот эти треугольнички просто изнутри были это вырезанные в той плоскости из-за этого а у нас так подглючила надолго теперь вот у нас создался destructible mesh выделяем его и добавим добавляем сюда прямо на этот static mesh наш именно destructible mesh ищем его все никаких нот писать ничего не надо сохраняем запустили да так теперь смотрите выставим наш actor на плоскость вот это типа скала на самом деле не очень похоже но неважно это я вам лишь только пример сделал и что еще необходимо сделать это нам нужно персонажа точнее в его пули прописать такую ноду как apply radio damage она вот как раз таки будет нам разрушать с помощью удара тычков так скажем здесь дамаг вот я поставил примерно в районе пяти радиус в районе десяти то есть его можно попробовать поиграться с ним в нем с ним можно поиграться и видите радиус намного больше соответственно больше детали за за дело так кстати у нас что-то выталкивает изнутри у нас скорее всего коллизия внутренней части слишком кривая из-за этого да вот кстати тоже забыл вам это сказать вот заходим нашу скалу которая является внутри смотрим коллизию на нее видите она намного больше чем у нас входящий так скажем для этого как минимум надо хотя бы удалить эту коллизию и создать более-менее подходящие давайте выставим какую-нибудь комплексную коллизию вот use complex collision as simple то есть выберем комплексную коллизию в виде первой первичной да это немножко будет затратно но это нам даст не отпрыгивающиеся скалы так радиус мы вернем обратно и пойдем скале видите да радиус уменьшился соответственно надо чуть больше напряжение дать ему наши эти элементы являются коллизий так что лучше им делать допустим когда они будут исчезать сразу же ну или большей части потому что они будут нагружать нам вообще в мире вот видите у нас разрушилась со столбик и он разрушился всем те части для того чтобы не было надо было вырезать в самом столбике вот этот внутренний и как видите все отлично работает так что друзья спешим делаем что нить интересненько и пишите в комментариях пока